29 червяня 1984 года Минский метрополитен официально открылся для первых пассажиров. Драджи 30 годов тому, литерально в этой хвилине со станции метро Площа Ленина отправился первый состав. Поезд рухался по маршруте 8 станций, Институт культуры Московская. За час основания столичную подземку продолжили 10 разов, а пошни на 2 километры с водом Малиновки. Кого чекали, буду у Никика пачать прокладывать метро, ведая Александра Драгун. Працовное место Рыгора Якимкова нагадывая музей. На протягу 30-ти годов он биражливо избирал фотосдымки, документы и сувениры с символикой Минского метро. А так само за натову в своей надзирании цикавые факты с гисторой падземки. Когда строилось метро наше, так весь город участвовал в стройке. То субботники, то воскресники, то и вообще за каким-то, за каждым предприятием была закреплена станция. Поэтому и уборка, и помощь. Если нужно было изготовить какое-то нестандартное оборудование, то именно руководство города быстренько эти вопросы решало и без всякого промедления. То есть в первую очередь нужно метро. До речи, в этом году усел знагороды и раритетные сувениры объединяют в экспозицию. На станции метро Могилевская открыть музей. Ивановсяник памятой без леты писал радость пеших пассажиров. В 1984 году он керовал пешим составом со станции Площа Ленина. Теперь рыхтует новое поколение машинистов. Мне всегда попадались очень такие машинисты опытные, знающие. То есть на Киевском метрополитене машинист был орденоносец. На обкатке в Москве опять же машинист был орденоносец. Но может поэтому мне и повезло первый поезд везти, чтобы мне такие были наставники. Сегодняшний день я работаю машинистным инструктором по обучению локомотивных бригад в электродепо Могилевское. Соответственно, занимаюсь больше обучением. Ну и, соответственно, есть у меня бригады, которые я и контролирую. На будовництво четвертого виду транспорту мею право только город-миллионер. У Минску Догочаканы миллионный жахар нарадился в 1975 году. За этой подеей началось великое будовництво. В 1976 году Минск проект распрацевал схему восьми станций метрополитена. А в наступном, 5 мая, начались первые работы в районе парка Чалюскенцов. В опыту будовництва метрополитена в Минску тогда не было, но между тем наши специалисты установили рекорд. Проходка немеханизованным щитом 120 метров за месяц. Подводные реки, свислы, чугуночные пути. Проходшие работы были складанными. Перед будовниками стояла задача прокласть метро и не пошкодить городские будинки. Кабзэкономить сродки и прационные ресурсы, про узвядение Минска метро применили метод стена у грунтя. За 30 годов изменилась, а не только протяглась столичные подземки, а и техничные обсталевания. Метро очень развивается. Вот именно с видеонаблюдением, с ДЦ, с нашей системой. Здесь у нас и пульт такой был, такие старые, которые... А теперь все электронно, вот, прямо на месте, не надо отходить. Копейки измянили жетоны, паперовые и магнитные проездные, бесконтактовые, смарт-картки. Информацию за пошлих считывают специальные электронные прилады, валидаторы. За усюх историй до вжиня повеличивался у 10 разов. За 8 станций до 29. 3-го червеня открыли Малиновку. У нас коллектив большой, сплоченный, технически грамотный. У нас работает 4575 человек. Задача стоит в том, чтобы наши пассажиры не видели тех работ, которые мы проводим по поддержанию метрополитена. Наша задача, чтобы днем их поменьше беспокоить. У гэтым же месяцем Минский метрополитен стал лавриатом престижной международной премии «Золотая колясница» в номинации «Лепшее предприемство громадского транспорта». Такая узнагорода одиная по коль Украине, а лес подзеются не опошняя. Сегодня будут деленную линию столичной падземки.